Всем привет! Ну что же, у нас с вами появились крайне интересные, интригующие, хотя при этом и неоднозначные обновления. А именно, как прямо сейчас пишут очень многие англоязычные ресурсы, Warner Bros. Discovery рассматривают вариант не просто вновь взяться за франшизу Гарри Поттера в рамках возможных приквелов и даже сиквелов, в том числе и для потокового сервиса HBO Max. Но также, что конечно звучит просто невероятно, высшее руководство прямо сейчас нацелилось на то, чтобы полностью перезагрузить также и оригинальные фильмы Патерианы, то есть сделать все сначала. Почему настолько радикально? Ну потому что, как мы помним, ввиду колоссального кризиса в HBO Discovery, новый босс компании Дэвид Заслов еще в прошлом году говорил, мол нам, ну то есть им нужно срочно браться за раскрученные франшизы, в том числе и в первую очередь за Гарри Поттера. А поскольку фантастические твари, скорее всего, больше не имеют будущего вообще, об этом сегодня тоже поговорим, то остается только Гарри Поттер и вот такие радикальные меры. Что же, хорошая ли это идея или очередной шаг к катастрофе, когда нам ждать начало перезагрузки и не ведет ли себя Warner Bros. Discovery в бездну, а также какую роль во всем этом играет автор книг Джон Роулинг? Сегодня будет интересно. Итак, сперва давайте по сухим фактам. Как сообщает издание VDV Pro, CBR.com и многие другие, Warner Bros. Discovery серьезно рассматривают возможность перезагрузки франшизы о Гарри Поттере, что, разумеется, потребует переделывания культовых персонажей франшизы, начиная с главного злодея Волан-де-Морта и заканчивая главной троицей. Нам сообщают, что хотя в текущее время это еще не завершенная сделка, предполагаемая перезагрузка будет новой адаптацией первых семи романов о Гарри Поттере. Дальше цитата. Вы смотрите на тот первоначальный состав, Гарри, Гермион, Арон, будет новый состав, все начнется сначала. По слухам, Warner Bros. Discovery заинтересованы в возрождении франшизы именно в виде перезагрузки, что для многих звучит, конечно, более чем странно и даже угрожающе. Еще бы, вспоминая культовые уже фильмы нулевых годов от ВБ и понимая, что что-либо лучше снять вряд ли получится, поэтому неудивительно, что огромное количество поклонников Патерианы уже ожидают какого-то подвоха от Ворнеров. Ну, знаете, это недоброе чувство, как, блин, в студенчестве перед сложной сессией, когда экзамены уже в полном разгаре, а ты еще не в одном глазу и по этому поводу, мягко говоря, волнительно. Жаль, конечно, что в те времена я не знал о компании Work5, где вам помогут успешно написать курсовую, диплом или любую другую студенческую работу. Причем все устроено очень быстро и просто. Заполните форму с требованиями, вам подберут автора-эксперта в предмете, а перед получением готовой работы она пройдет целых три этапа проверки контролем качества, включая антиплагиат. Плюс дополнительно вам могут оформить текст к защите, презентацию или раздаточный материал, если заказывать курсовую или диплом. Ну а по промокоду MOVIE70 вы получите скидку целых 20%, ссылка в описании. Мы же к теме, и так для лучшего понимания давайте попробуем в целом разобраться в ситуации с франшизой Гарри Поттера. Она безусловно была абсолютным феноменом на протяжении более чем 10 лет, заработав многие миллиарды долларов только на кассовых сборах, плюс принеся еще огромное бабло на мерчи, развлекательных комплексах и прочим и прочим. Поэтому само собой, что когда в 2011 году вышла вторая часть Даров Смерти, для ВБ это было сродни, как если бы курица, несущая золотые яйца, вдруг взяла, да и ни с того ни с сего померла. Не удивительно, что более 10 лет спустя, а именно в прошлом 2022, новый босс ВБ Discovery Дэвид Заслав вдруг заговорил о Гарри Поттере. Тогда Заслав отметил, что компания не использует некоторые из своих крупнейших франчайзинговых активов. У нас не было фильмов о Гарри Поттере уже 15 лет. Фильмы DC и фильмы о Гарри Поттере принесли большую прибыль кинокомпании Warner Bros. за последних 25 лет, сказал Заслав, пояснив, что франшизы могут быть очень прибыльными. Дом Дракона яркий тому пример, сказал новый Сео. Дав понять, что глобальные мировые франшизы, а именно в том числе Поттериана, это основной приоритет компании на ближайшие годы. Правда, тогда все были уверены, что речь идет только и исключительно о создании новых проектов вселенной Поттера, например, того же Проклятого Дитя или каких-нибудь приквелов, но уж никак о том, что боссы ВБ решатся на полный рестарт Поттерианы. И тем не менее, последние утечки говорят о том, что студия хочет переделать ключевые роли во франшизе Гарри Поттера, чтобы оживить сагу для более молодой аудитории. Согласно утверждениям, студия не будет делать традиционную перезагрузку, поскольку история о годах Гарри в Хогвартсе закончилась навсегда. Вместо этого новый рестарт будет нацелен на то, чтобы рассказать другие истории о жизни Троицы и не только. Также инсайдеры заявляют, что это произойдет в течение следующих 3-5 лет и что Warner Bros. Discovery ждут фигуру, похожую на Джеймса Ганна, чтобы управлять своим новым витком гигантской франшизы. При этом многие уже посчитали, что речь идет о чем-то похожем на фильм Гарри Поттер и Проклятое Дитя, разговоры о котором в форме кино или сериала ведутся уже давным-давно. Хотя при этом надо понимать, что в данной пьесе недостаточно материала для франшизы, состоящей из нескольких частей, плюс в ней рассказывается о том, что происходит с Гарри и его друзьями после их пребывания в Хогвартсе, но происходящее разворачивается достаточно далеко в будущем. Поэтому именно данная история может быть не такой уж подходящей перспективой, если Warner надумали действительно вернуть на экраны именно юных – Гарри, Рона, Гермиону и других. Тем более, что в предполагаемой утечке конкретно не упоминается Гарри Поттер и Проклятое Дитя, при этом правда даются пояснения, что Дэвид Заслав таки хочет адаптировать данную историю как продолжение, действие которого происходит после события фильма «В дары смерти». То есть данному проекту скорее всего тоже быть, в конце концов сложно найти более подходящий материал для продолжения франшизы, и все-таки именно данный проект – это не перезагрузка, и он, вероятно, будет идти с ней параллельно. Хотя вообще справедливости ради нужно признать, что подобная затея с полным рестартом более чем сложная и не менее рискованная. Ведь, как говорится, от добра добра не ищут, и когда оригинальные фильмы получились столь хороши, сложно представить, что публика прям возьмет, да и примет новую вариацию на тему новых персонажей и так далее. Боюсь, как бы тут не вышло что-то похожее на «Кольца власти» от Amazon, когда у всех в памяти остались невероятные фильмы Питера Джексона, и зрители просто не смогли принять ничего другого. Причем, конечно, не только из-за этого сериал провалился, а еще потому, что он просто был очень плох, но, с другой стороны, «Кольца власти» и «Властелин колец» Джексона были разведены в хронологии и событиях на тысячи лет, тогда как рестарт Гарри Поттера – это, по сути, новый взгляд на все те же события и все ту же хронологию повествования, что принять еще в разы сложнее. При этом также многих особенно в англоязычной среде волнует еще и тот факт, как после всего случившегося зрители примут новое крупное сотрудничество Джоан и Ворнеров. Но мне кажется, что как раз в данном ключе проблем не должно быть никаких, ведь да, какое-то время между студией и писательницей была явная холодная конфронтация, но сейчас, кажется, все уже улеглось, количество поклонников Патерианы, которые имеют что-то против лично Джоан, сведено почти что к нолю, а все тот же Заслов сказал еще в прошлом году, что он надеется на дальнейшее сотрудничество с писательницей, дабы создать еще больше нового потрясающего контента по вселенной Гарри Поттера. Что же касается самой Роулинг, то она пока что никак не комментировала ни реверансы босса ВБ Дискавери в свой адрес, ни уж тем более последние новости о рестарте Патерианы. Что важно, ведь, скорее всего, без благословения Джоан, ВБ все-таки не решатся или даже попросту не смогут, ввиду авторских прав, снимать новые фильмы по Гарри Поттеру, тем более не прямые экранизации книг. Кстати, тут еще одна опасность, ведь фильмы были настолько хороши еще и потому, что они довольно близко шли по оригинальному материалу, тогда как в рестарте его авторы хотят показать плюс-минус то же время, но уже другие события, а значит у них нет никакого первоисточника, что, как правило, всегда является колоссальным риском. Пример с кольцами власти от Амазон тут, кстати, опять тоже будет уместен. Так что ворнеры, если сообщения инсайдеров и прессы правдивы, безусловно, вступают на крайне скользкую и непредсказуемую дорожку, которая может привести их к новому успеху, а может и напротив обернуться настоящим оглушительным провалом. Особенно если в рестарте начнут на полную качать все новомодные тенденции и заморочки, в таком случае, как по мне, крест можно будет ставить сразу. Хотя, разумеется, такие отчаянные шаги ВБ это не что иное, как отражение того отчаянного положения, в которое угодила компания. Когда ее долги выше общей стоимости ворнеров с Дискавери вместе взятых, ну а расширение вселенной Гарри Поттера в виде приквелов «Фантастические твари» не дало должного результата. Так что, вероятнее всего, данная франшиза закончилась вместе с ее третьей частью, и как минимум на данное время, исходя из официальных заявлений ВБ, студия не работает ни над одним новым проектом франшизы тварей. Тогда как изначально, если вы не забыли, речь шла о том, чтобы данных фильмов было пять, но скатывание показателей каждой новой части привело к ожидаемым результатам. ВБ решили сворачивать эту удочку и вместо этого идти в обанк. Что же, будет очень интересно наблюдать за развитием данной ситуации, ну потому что всего через 10 с небольшим лет после выхода последней части решиться на то, чтобы перезагружать супер успешную и популярную сагу, я лично такого в истории кино не припомню. Если вам приходят в голову подобные примеры, смело пишите их в комментариях, ведь на сегодня мы будем заканчивать. Не забывайте ставить пальцы вверх и, конечно, подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего нового не пропустить. Спасибо всем за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok